Подходим ко второй части теории консультирования. Здесь список ключевых концепций, прочитайте их самостоятельно, а затем мы двинемся дальше. Тут важно, чтобы четвертой части мы завтра посвятили какое-то время. Мы с вами поговорим о некоторых из этих концепций. Как вы, наверное, уже заметили, мы разбиваем все теории консультирования на две такие большие группы. Инсайт-ориентированные подходы и действие-ориентированные подходы. И одна из этих вещей, которая мне нравится у этого автора. Ну да, он известен, он много книг написал на эту тему, но он также некоторые делает, скажем так, общечеловеческие наблюдения. А иногда даже он где-то там юморит, шутит над какими-то вещами психотерапии. И вначале о этой части он говорит о недостатках, о слабых сторонах гипотез. И зачем, зачем, что хорошего, что полезного в том, чтобы иметь эти гипотезы или теории. Чем они хороши? Вот есть ли у нас такие вот люди с научным складом ума, которые возьмут и дадут ответ на этот вопрос. Что толку от этих теорий? То есть теория рассматривает какие-то аспекты реальности. Предлагает какое-то описание, которое включает описание, как работают те или иные явления. Также там предпринимается попытка объяснить результаты наблюдений. Есть у нас знаменитая теория Эйнштейна, это какой-то особой и общей относительности, так еще и особой и общей, понимаете. Товарищ Исаак Ньютон, вот это теория гравитации, закон притяжения. Есть ученые, которые разрабатывают теории по поводу практически всего. Тоже пытаются разработать теорию, которая бы объяснила все функции физики, явления физики. Люди делают наблюдения, стараются их понять, объяснить. Теория микробов, как давно она существует. Но тут как далеко мы хотим забраться, но уже ко времени австро-венгерской империи, Симмервайз, вот так звали этого доктора. И он задавался вопросом, ему не давал покоя вопрос, почему так много женщин умирает при родах. Он какие-то эксперименты проводил. И там профессоры, студенты над кадаврами, то есть над трупами в анатомичке работают. Ну, а затем прямо оттуда мурашки и какие-то животные потели. И сразу идут туда, куда, как это называется, комната, принимать роды. Может быть, то, что там есть в подвале, попадает туда, в другую палату и вызывает смерть. Может быть, что-то на руках у них. И он прописал там какой-то вид мыла определенный, процесс, как там, мыть руки. И процент детской смертности начал снижаться. Женщины стали больше выживать. И ему показалось, что вот он ситуацию улучшил. Но люди не поверили, другие не поверили его теории. Да ну, что? Те же самые руки. Вот. И в конце он умер в доме для умалишенных. То есть, ну, какое-то время результаты его исследований лежали без дела. И затем эту идею продолжил доктор Листер. И есть такой ополаскиватель для полости рта, Листерин. Вот. И сейчас все дети знают, что мама, мама считает, что на руках всякие микробы, бактерии, их нужно смывать мылом. И в ресторанах, не читал такого в наших, но, наверное, где-то, где-то у них, у них. А в ресторане заходишь в туалет, в уборную, и там написано, персонал обязан мыть руки. И несмотря на всю одержимость чистотой в Америке, процент смертности довольно высок по причине того, что люди приходят в больницу из-за того, что они там просто находились. То есть это место, где, ну, все обязаны мыть руки. И бывает так, что, ну, сходил там в туалет, припекло, и забыл руки помыть. Вот. А кто-то от одного пациента к другому, и руки не помыл. То есть вот эту теорию микробов не воспринимают на сто процентов серьезно. Но есть некоторые теории, которые, рабочие теории, которые работают, но не настолько, не на сто процентно, как вот теория микробов объясняет некоторые явления. Не буду этому много времени уделять. Поговорим о внутренних логических недостатках того, как мы структурируем знания. И здесь говорится о проблемах науки. Автор говорит, что все, что мы делаем, человек пропускает свой любой опыт через призму субъективности, даже когда стремится быть объективным. И при этом у него ими могут двигать подсознательные мотивы. Иногда мотивы не такие уж бессознательные, которые накладывают отпечаток на все исследования, изучения, которыми занимается человек. Например, это табачная индустрия. Исследования, исследователи, которых нанимают эти все табачные компании, утверждают, что курение не несет себе совершенно никакой опасности. Но здесь, скажем так, табачные компании напрямую заинтересованы в результатах этих исследований. Шкурный интерес, мягко говоря. Третье объяснение – результат описаний. Однако существует больше одного метода организации этих описаний. И в зависимости тоже может повлиять на ваше описание то, чего вы пытаетесь найти. Некоторые неверующие говорят, ну, повествование о воскресенье полны противоречий. Как там оно? Ну, одна женщина пришла к гробнице, три женщины. Ну, знаете, когда иногда, когда я рассказываю истории, я не на 100% точен. Но я не могу сказать, что я и неправдивую информацию. Вот. Просто в этой истории я рассказываю об одном человеке. Те двое где-то есть, но они на периферии. Группа поддержки. Но может быть так, что там и еще шесть человек присутствовало. Но когда я рассказываю свою историю, они никак к этой истории не связаны. Они никак не помогают донести ту мысль, которую я пытаюсь сообщить. Если один автор говорит, что была одна женщина или две, там их было три, то нельзя утверждать, что здесь недостоверная информация или ошибочная. Если автор не говорит, что была только одна женщина, всего одна. И даже в теориях теоретики исключают какую-то, или же не включают какую-то информацию, которая не полезна для него. То есть, и это помогает ему доказать его теорию, или, по крайней мере, ее аргументировать. То есть, он здесь не пытается быть нечестным. То есть, он считает, что это истина, это реальность. Кто-то позже может на это посмотреть и сказать. Информация, которую ты не включил, или же исключил, мы считаем, что она важна. У меня столько иллюстраций приходит в голову, вот беда. Что, говорит, если я стану все рассказывать, никогда не закончу. Болезнь белого халата. Да, может быть так, что, допустим, человек проверяет свое давление дома, и там все нормально. Приходит в больницу, идет ко врачу, ему там проверяют, и у него, пшшш, эти буровые работы, слышишь? Крики несчастных. Вот, и вот, как бы, ну, синдром белых халатов. Вот, мы в какое-то время, мы только думаем о белых халатах, но позже другой исследователь строит гипотезу, что, может быть, это не только белые халаты, но какие-то другие факторы влияют, влияют на скачки давления. И информация, которая, которую не принимали во внимание, допустим, это синдром белых халатов, затем ее признает важность этой информации. Да. Потому что, может быть, человек переживает какую-то другую стрессовую ситуацию, которая приводит к повышению давления. То есть, стоит охранник, и тут идет Иван Иванович, известен тем, что ворует вещи. И проходит мимо Иван Иванович с тачкой, полной разных всевозможных... Иван Иванович, а что это у вас в тачке? Что вы там прячете? Ну, мусор, мусор собрал, вот, иду выкидать. Я знаю тебя, Иван Иванович. Вот, порылся в мусоре, ничего не нашел. Ну, давай, двигай дальше. Второй раз. Так, ну, я тебя все-таки споймаю. Опять ничего не нашел. Третий раз. Ладно, Иван Иванович, сдаюсь. Да, не хочу. Не хочу, не хочу, как бы, чтобы у тебя проблемы были. Ну, скажи, ну, что ты вот выносишь? Тачки, тачки, тачки ворую. То есть, мы пытаемся быть объективными, но мы можем не принять во внимание или отвергнуть какую-то важную информацию. Итак, мы рассмотрели разные стороны инсайт ориентированного подхода, а теперь будем клиент-ориентированное консультирование. Есть, есть некая проблема с переводом? Когда вы слышите фразу «клиент-центрированное консультирование», что вы вообще слышите? Да, вы думаете, что в действии ориентированной техники они клиента вообще никак? Просто я консультант сам собой? Может быть, тогда, когда я говорю «person-ориентед», то я имею в виду акцент на личностной сущности клиента. Может быть, тогда личностно-ориентированный подход, лучше сказать. Личностно-ориентированный подход. Ну, probably. Like a person, личность. Итак, мы говорили с нескольких слов «а». Вы уже читали это, да. Основные положения личностно-ориентированного подхода. Другие названия, другие ярлыки, недирективные. Некоторые называют его гуманистическим. Здесь имеется в виду не светский гуманизм, как таков, а как классический гуманизм, как человечностный. То есть, основанное на том, что вы чувствуете исследование этого вопроса. Главная фигура, которая ассоциируется с таким подходом, это Карл Роджерс. И потому иногда его называют раджерианским консультированием. И основные положения включают люди хотят расти, стремятся к росту и самоактуализации. То есть, они хотят развития своей личности. Здесь, то есть, человек стремится к более высоким уровням морали. Это основные положения. Это 19-я страничка. Но такой подход считает, что не все люди хотят стать лучше, но есть это как бы внутри человека начало, которое способно к улучшению и развитию. Они утверждают, что это нечто, что существует внутри человека, присущее ему. И консультант может как бы взаимодействовать с этим началом, помогая человеку развиваться, если у него есть такое желание. Еще одно положение. Каждый человек живет в постоянно меняющемся мире, центром которого он сам является. И когда вы консультируете человека, вы находитесь в очень субъективном мире. То есть, как бы вы ни старались понять человека, проявить к нему симпатии, то в какой-то мере его переживания уникальны. И, как вы понимаете, такой подход требует больше внимания от консультанта к тому, что думает его клиент, что он переживает, чувствует. Когда мы на действие ориентированный подход в Рим, там мне скажут, ну, Карл Роджер, все это хорошо и классно. Но и какие изменения, каким изменениям все это приводит? Это, наоборот, может поощрять эгоизм. И мы потому будем фокусировать наше внимание на решение. Что ты можешь сделать, чтобы решить эту проблему? Это действие ориентированный подход. В каких-то сферах эти подходы пересекаются. Но я хотел, чтобы вы увидели отличие, что в некоторых вещах они диаметрально противоположны. Но, как и во всех практических терапиях, считается, что консультант является вот этой движущей силой, которая помогает достичь желаемых изменений. И опять же он говорит о том, о том, что мы много раз говорили. Сеплота, доверие, которое создает такую атмосферу, среду, где пациент лучше, свободнее раскрывается и начинает чувствовать себя лучше. И начинает себя чувствовать лучше. Но является ли это целью консультирования, чтобы пациент стал лучше себя чувствовать просто? И вот исследователи по этому поводу ведутся споры среди ученых и исследователей. И основное содержание консультирования должно составлять изучение эмоциональных реакций. То есть, вот что человек чувствует. Универсальные цели консультирования состоят в том, чтобы помочь человеку стать более свободным, осознанным, нравственным, здравомыслящим, ну, человечным. То есть, консультант, он старается установить такую близкую связь с консультируемым, чтобы понять, что он чувствует, переживает, какие эмоции испытывает. И затем, как бы, как подсказать человеку, как его подвести к тому, чтобы, ну, даже подвести слово не столь широко, вот, ну, как-то подсказать человеку, как он может стать более человечным, может быть, как он может начать ладить с другими лучше. Мы говорили о том, что консультант должен помнить, что он, та личность, которая контролирует, руководит, направляет консультационную встречу. Но в личностно-ориентированном подходе во многом консультируемый определяет направление встречи. Как бы устанавливаются почти партнерские отношения. Если бы мы могли поговорить об этом, если бы мы могли обсудить это, я, возможно, мог бы помочь тебе принять лучшее решение. Но, по сути, консультант следует тому направлению, которое формирует консультируемый. И здесь можно поэтому понять, почему такой тип консультирования обычно долговременный. Здесь меньше сфокусированности, меньше целей, меньше действий. То есть воспринимается, что все люди изначально добры и заслуживают доверия. То, что мы упомянули в начале. То есть они способны достичь целей, поставленных как люди. То есть, по сути, они такие вот светлые, хорошие, просто немножко помощи нужно. я рассказываю вам о том, на что опирается, чего отталкивается и как функционирует личностно ориентированный подход. Вы уж сами разберитесь, что к чему. Помните, мы говорили другие названия? Недирективное, личностно центрированное, гуманистическое. Гуманизм верит в такую вот благость, доброту, положительность человека. То есть, такой оптимистический взгляд на человека. Клайв Льюис мне когда сказал, о человеке нельзя сказать достаточно ни хорошего, ни плохого. Кому-то из нас особо сложно согласиться с тем, что люди по своей сущности добрые, хорошие, потому что мы, очевидно, с некоторыми другими проявлениями сталкивались. Но я скажу, как американец, что, в общем-то, это такое наше общее ожидание, может даже национальное ожидание ожидать от человека доброго. И прежде чем я изучил больше трех или там десятка слов на русском языке, слышал вот такое слово, которое зачем его переводить. То есть, так вот, так он доверчивый, такой запросто им можно воспользоваться. И я могу вам об этом еще истории порассказать из моей крымской бытности, но я бы сказал, что в целом, говоря об американской культуре, человека первоначально воспринимают как заслуживающего доверия, и будут считать, что вы заслуживаете доверия, если вы своими действиями не опровергнете это представление. Тогда как в некоторых других культурах, наоборот, доверие нужно заслужить, а сразу к тебе относятся с недоверием. И думаю, что не обязательно быть гуманистом, чтобы можно ожидать доброго, хорошего человека, и стараться побуждать, развивать это доброе, потому что, в принципе, это направление, в котором мы движемся. Следующее, вот, экзистенциальное консультирование это еще один вид гуманистического консультирования. Он тоже называется феноменологическим или опытным консультированием. Тоже относится к той сфере, где опорная установка, что люди они хорошие, добрые, что они могут улучшить себя. Но в отличие от раджерианского подхода, здесь предполагается так же, что люди способны на ужасные вещи. Для экзистенциалиста наихудшее, что может сделать человек, это не брать на себя ответственность за свою собственную жизнь. Вообще экзистенциалисты не считают, что есть какое-то нравственное основание жизни, чего-то такого доброго или злого. и первые пару лет моей учебы в колледже я решил, что я экзистенциалист. Я был уже не под опекой отца, не под присмотром родителей, я был свободен и экзистенциализм подчеркивает эту свободу, выделяет ее. И как в одном стихотворении говорится, я капитан своей судьбы. но при этом я ощущал, что существуют эти категории абсолютов, правильная, неправильная, справедливость, несправедливость, и что благодаря этому мы можем построить то общество, в котором люди как-то могут уживаться друг с другом. И я разуверился в экзистенциализме, потому что ничего такого как бы трансцендентного нет, все субъективно. Трансцендентное это когда что-то находится вне вас, какие-то стандарты, которые либо изнутри вас исходят, или приходят от Бога. И один из представителей экзистенциализма Жан-Поль Сартр, вот, и он утверждал, что вот, ну, все зависит от вас. Вот, бабушка, захотите ли вы перевезти ее через дорогу, или просто сбить с ног. Нет ничего такого, что абсолютного, чтобы, что назвало бы ваш поступок правильным или неправильным. Все зависит от вас. Вот, ну, я решил, что экзистенциализм так долго выговаривать, это не мое. Вот, затем 60-е годы движение хиппи, и когда Сартр помер, целые толпы молодых людей прибыли в Париж на его похороны, и некоторые элементы экзистенциализма перешли в экзистенциальное консультирование, и основная цель здесь психотерапевтического вмешательства помочь клиенту быть более ответственным за свой выбор, научиться управлять своей свободой, вот, и вот управляя дело, совершая правильные выборы, разумно управляя своей свободой, это поможет преодолеть бессмысленность своего существования, вот, они называли это научиться жить более аутентично, в моем представлении, это давало людям ложную надежду, что они управляют своей жизнью, и таким образом облекают ее каким-то смыслом, потому что, видели, каждый человек должен решить, в чем же заключается его индивидуальный смысл жизни, в каком-то смысле это правда, что каждый из нас должен решить, в чем заключается смысл нашей жизни, но, как христиане, мы не совершенно субъективны, наш смысл жизни проистекает от того, что мы созданы по образу Божьему, и кроме того, мы искуплены кровью Иисуса Христа, и что еще, мы были восстановлены в нем, и получили прощение духом его, кроме этих конспектов, вы такое имя Виктор Франкл где-то встречали, когда я был подростком, или где-то чуть так вот, чуть старше, эта книга была популярна, тогда на меня такое впечатление положительное оставило, для тех, кто не знает, здесь так очень кратко заметка сказана о нем, он был евреем, и несколько лет просидел, ну как, в Аушвице, был узником Аушвице, и постоянно видел смерть вокруг себя, и по Франклу главной, ага, да, что по Франклу главной детерминантой, определяющей будущего заключенного, будет он жить или сдаться, или погибнет, является его способность придать смысл любому переживанию, личный, личный смысл, например, я должен жить для своих детей, чтобы они могли пережить это, вот, и в фильмах не видели такие штуки, когда там, допустим, один из героев оказывается в тюрьме, там сидит долгие годы, затем его выпускает, он возвращается к своей жене и говорит, что каждый день я думал о тебе, думал, как я вернусь домой, как я попаду в твои объятия, каждый день думал о тебе, и это помогало мне прожить все это время, вот, дальше становится чуть туманнее, когда он начинает говорить, если вообще какой-то смысл существует, то, значит, он существует и в страдании, и вот, вот здесь, на этом, скажем, перекрестке расходятся, на этом раздорожье расходятся пути гуманизма и экзистенциализма, и иногда у вас будет так, что вот консультируете вы подростка или молодого человека, и он пытается найти смысл в жизни, где он, и как христиане у нас есть преимущество, которое мы можем сказать о смысле жизни, о высшем смысле жизни, вообще, это глубокая, глубокая тема, вот, как, как найти смысл в страданиях, может быть, здесь не так, как бы на поверхности ясно, то есть, ваша реакция на страдания наделяет вас смыслом, то есть, смысл не в самих страданиях, а в реакции на страдания, он говорит, что вот это вот свобода, выбор, бытие, это ответственность, смысл, понятие, которое помогло ему выжить, то есть, несмотря среди ужасных страданий, страданий в Аушвице, когда у него отняли практически всю свободу, все же, какая-то свобода у него осталась, и эта крайняя ситуация может послужить своего рода аналогией, примером для кого-то, кого вы консультируете, что, возможно, ваша ситуация не настолько крайняя, как у Франкла, но он смог пройти через нее, и вы сможете, потому что ты по-прежнему обладаешь свободой мысли, по-прежнему какие-то решения ты свободен применять, то есть, очень немного свободы выбора в концентрационном лагере, но по-прежнему что-то ты решаешь, как ты будешь жить, как будешь относиться к другим, каждый друг у друга ворует хлеб, чтобы выжить, станешь ли ты воровать, или может наоборот поделишься своим куском хлеба с кем-то еще, ответственность, ответственность, и как я могу поступать ответственно в таких обстоятельствах, для нацистов моя жизнь не имеет смысла, но какой смысл я могу найти в своей жизни, которые они у меня отнять не могут, и в частности экзистенциальные подход, он занимается вопросами такого тревоги и страха, и как вы можете себе представить, эта идея была привлекательной для поколения 60-х годов, не только хиппи, молодые люди, и молодые, молодые люди, они разочаровались в старшем поколении, наши родители вот живут или жили только для того, чтобы работать, зарабатывать деньги, построить себе дом, и последующее поколение стало реакцией на материализм предыдущего поколения, и это часто была такая крайняя реакция, и они позже сами стали вполне успешными материалистами, но то есть когда я говорю материализм, это не то, чтобы они так стали глубоко верить в существование материи, имеется ввиду, что вот такой вещизм, накопление, приобретение, наверное, все же ближе к гедонизму, нежели к прагматизму, да, они были на практике гедонистами, но а вот философски они больше о чем-то высоком и светлом любили, потому что в экзоциализме можно там ходить кругами, потому что все придумано, трансцендентного ничего нет, ничего нет того, что свыше, все создано, придумано, из-за этого получается отсутствие смысла жизни, страх смерти, страх отчуждения, изоляции, и часто это вело к уклонению от ответственности, то есть если жизнь бессмысленная, зачем за что-то отвечать, потому консультанты, экзистенциалисты старались помочь человеку взять на себя ответственность, чтобы управлять своей свободой, и таким образом бороться с изоляцией, основные особенности экзистенциального подхода включают следующее особое внимание к вопросам связанным с понятием свободы, столкновение лицом к лицу со своим страхом смерти, одиночества и отчужденности, особый акцент на принятии ответственности за собственную жизнь, этот подход хорошо сочетается с другими, более ориентированными на действия теориями, стремление найти смысл, стоящий за поступками и действиями человека, поиск собственной философии, позволяющий лучше контролировать свою повседневную жизнь. Я не знаю, как вы, но когда я читаю эти слова, я думаю о миллениалах, о современном поколении, и мне кажется, что те люди, которым 40 и моложе, для них ощущают отсутствие смысла жизни, или нехватка смысла жизни. То есть, благодаря социальным сетям, у людей в Фейсбуке может быть сотни друзей, но в реальной жизни они себя ощущают еще более изолированными, нежели прежде. Да, Фейсбук как-то сводит вместе людей, которые уже чем-то общим обладают. Но в целом, для большинства эффект противоположный, в особенности для молодых людей, может быть опять возникнет потребность в экзистенциальном консультировании. И в частности, чтобы они больше брали ответственность за свою жизнь. Мы не будем об этом много говорить, но хочу все же упомянуть, что существует такая штука, как христианское экзистенциальное консультирование. Для тех, кто знаком с богословием, Сьерен Кьеркегор, по-моему, так произносится это простое имя, он связан с христианским, это один из таких ярких личностей христианского экзистенциализма. Это не гуманистические оппозиции, они опираются на Бога и Божьи принципы, но акцентируют свое внимание на существовании, на обретении смысла жизни. И один из моментов, в чем нуждаются молодые люди, в чем пытаются помочь консультанты, это поиск своей аутентичности, идентичности. Да, это нашло отражение в таких выражениях просторечных, как как его лучше перевести, когда, допустим, куда-то там ходили в горы или в какой-то поход и говорят, вот это было настоящим или по-настоящему классно. То есть это такой просторечный способ сказать, что это было что-то настоящее, аутентичное. Но вот эти поиски, они не всегда сочетаются с действиями, которые приводят к достижению, то есть завершению этих поисков. Больше на уровне желаний где-то там. И не знаю, как здесь у вас, но подобные люди сейчас, вот они уходят из церквей на западе. Вот, они говорят, вот люди в церкви, они прикидываются, они играют во что-то, они не настоящие, маски носят. Мы не говорим о важных вопросах жизни, все такое поверхностное. Отчасти, отчасти, это может соответствовать действительности, отчасти, это может быть частью их восприятие, потому что у них такое отношение сформировалось. Консультант, пастрор, друг, он консультирует, стараясь помочь в изменении мысли, которое привело бы к изменению действий. И хотя в целом экзистенциализм привязан к гуманизму и атеизму, это не значит, что там нет ничего полезного, что мы не могли бы заимствовать. И этот список, который мы прошли, он очень полезен, особенно при работе с молодыми людьми. Помочь молодому человеку понять, что у тебя есть свобода. Да, у тебя есть родители, которые говорят, что дело, да, тебе нужно ходить в школу, да, полиция тебе не разрешит гонять на мотоцикле по улицам, но есть масса других сфер, где ты обладаешь свободой. Ты хочешь быть господином своей души? Ты свободен это делать? Обладаешь свободой? Ну, и так далее. Шаг за шагом можно привести человека к христианским принципам, но необходимо понимать, что эти экзистенциальные вопросы реальны. Это звучит немножко технично, но одна из главных идей философии экзистенциализма это утверждение, что существование предшествует сущности. Христиане верят в обратное, но экзистенциалист утверждает, что ты существуешь, затем находишь смысл. Ты существуешь, а затем ты принимаешь те или иные решения. То есть, ты совершенно свободен принимать любые решения. И каким бы ни были эти решения, это помочь бабушке перейти дорогу или сбить ее с ног, ты затем отвечаешь за это решение, несешь ответственность за принятое решение. Мы говорим, что сущность предшествует существованию. То есть, мы сотворены по образу Божьему. Наша сущность связана с Ним. И это должно определять наше существование. Дальнейшего углубления у нас получаются противоположные отправные точки. И то, куда экзистенциалисты стараются привести человека консультируемого, то там существует опасность того, что они как бы потеряют человека, прежде чем смогут привести его к каким-то изменениям, то есть предполагаемой цели консультирования. То есть как бы они думают, что человек уже готов ходить на своих двух. Но христианин вначале может помочь сделать еще несколько шагов вместе, прежде чем тот сможет пойти самостоятельно. Потому что человеку нужно знать, что он создан по образу Божьему, и это что-то значит. Психоаналитическое консультирование. Фрейд, но не только Фрейд, Юнг, Адлер, Эриксон, Фром, возможно, другие. Вы слышали фамилии. И вот эти концепции психоанализа включают много времени. На практике это означает еще, как же это называется технически, может, вы подскажете, что уже после получения докторской степени еще нужно учиться пять лет, это какая-то интернатура или что это за штука, чтобы вас, вы были способны заниматься психоанализом. И сам консультант должен длительное время подвергаться психоанализу. В настоящее время это не особо широко распространено. Однако есть плоды психоанализа, которые используются и поныне. Много терминов оттуда, из психоанализа мы заимствовали, это эго, катарсис, что там еще, механизмы защиты, рационализация. Здесь не надо спешить сбрасывать со счетов этот подход, утверждая, что он неэффективен, но пользоваться плодами кое-какими, даже в краткосрочном консультировании. Уровни осознания, вы это читали, это есть, это ид, эго, суперэго, психоаналитики, они обращают внимание на время раннего детства, и нам нужно обращать внимание, прибегают ли к этим механизмам консультируемые, что это за механизм. Один из механизмов это вытеснение, то есть это выборочное устранение из зоны осознания болезненных переживаний, имевших место в прошлом. То есть некоторые люди отказываются думать, вспоминать какие-то травмирующие, травматические опыт, со временем забывают о нем, но во время консультации это всплывает на поверхность. Здесь не совсем точная аналогия. Я знал одного аналитика, который практиковал терапевтический гипноз. И вот там одной девочке нужны были контактные линзы, но она не могла их одеть. И этот аналитик она преподавала в колледже, где эта девушка училась, и она пошла к аналитику и говорит, ну не знаю, откуда у меня этот страх одевать контактные линзы. И консультант не мог определить. Она говорит, ну ты готова подвергнуться гипнозу. Я говорю, да. И оказывается, что всякий раз, когда она приближала эту линзу к глазному яблоку, подсознательно она переживала аварию, в которой лобовое стекло автомобиля разбилось, и она еще была ребенком, и вот все это стекло полетело в лицо. И после сеанса гипноза специалист объяснил, что она переживала. И вот эти вытесненные травматические переживания из детства, то есть таким образом можно было обсудить и похоронить. и она смогла уже пользоваться контактными линзами. В целом я не против гипноза. Это такой сильный инструмент. И очень важно, чтобы тот, кто проводит этот сеанс, был ответственным человеком. Я видел, как этим занимаются ради развлечений. И обычно это связано с тем, что человек под гипнозом делает какие-то странные вещи, все смеются. И также, насколько мне известно, даже подобные вещи, они каких-то продолжительных негативных эффектов не имеют. Я знаю даже случаи, где к гипнозу прибегали в стоматологических целях, когда у человека была аллергия на анестетики, то есть на обезболивающие. С другой стороны, всякий раз, когда мы вторгаемся в сферу подсознательного, это не знаю, как это перевести, это инвазивная практика. Один консультант хотел узнать что-то о ее детстве, которое он считал было заблокировано и предложил подвергнуть ее гипнозу, но не смог ее гипнотизировать. То есть некоторые люди вот такие. Могу признаться, что я когда-то сам загипнотизировал человека. И мой отец какое-то время был на воинской службе, и вот когда военнослужащие собираются с женами на вечеринке, иногда там пользуются гипнозом смеха ради. Там кто-то хлопает, а кто-то кукарекает. Но еще он продемонстрировал, что под гипнозом возможно добиться обострения чувств человека. Там скажем обоняние и прочее. Вот допустим пол чашки кофе нальет и где-то в другой половине дома ее поставит и просит человека найти где она находится. Он нюхает и прямо двигает к этой. И я подумал кажется не так сложно кого-то загипнотизировать а вдруг язжу. И я вот помню этот день как сейчас и тогда я на Бермудских островах в Сент- Сент- Джорджи Граммар Скул школа одним словом. И у нас там был какой-то перерыв я говорю так ребята у нас сейчас похоже есть свободное время кто хочет чтобы его загипнотизировали добровольцы и я его загипнотизировал а там рядом ребята говорят они думают что он загипнотизирован я думаю что он просто играет и я сам не не был уверен я сказал у кого-то вот скрепка есть ну вот или или это как его типа английской булавки наверное типа английской булавки вот так но ни у кого не нашлось у ребят откуда булавки может быть у девчат есть да 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 английская булавка и вот и я вот эту булавку ему проткнул прямо через кожу он ее не почувствует вот мы ее типа простерилизовали да кто-то спичкой из там курильщиков юных да ну я конечно это самое чтобы она не была горячей поплевали вот плюс этот весь нагар вот от спички и я проткнул ему кожу он даже не моргнул и тогда я сам испугался то есть он реально загипнотизирован там говорят ну давай давай пусть он сделает то пусть он сделает это вот нет вот сейчас придет еще преподаватель давай его обратно приведем в чувство и вот типа если я посчитаю до трех хлопну в ладоши он придет в себя и ничего не будет помнить с ним все нормально говорю как булавка по-прежнему там да мы ее отстегнули вынули это все связано с причиной и следствием какие последствия вот есть эти последствия нет эти последствия я помогал людям с вытесненными воспоминаниями но я как бы очень очень осторожно к этому с опаской отношусь тоже зависит от воспоминаний которые я предполагаю в 70-х годах был какой-то такой период что было очень популярным эти вызывать подавленные воспоминания особенно воспоминания о сексуальном насилии но через несколько лет спустя обнаружили что это ложное воспоминание и получилось так что некоторые обвинили своих скажем отцов любящих отцов в том что те никогда не делали ответственность возложили на консультантов за такие вещи потому что консультант может задавать вопросы в частности наводящие вопросы таким образом которые сродни внушению но не совсем как гипнотическое внушение но тоже своего рода своего рода внушение что как бы человека подводят к такому заключению конструирует ситуацию и человек начинает в это верить то есть ну вообще исследование подавленных воспоминаний это полезно но здесь нужно обладать определенными навыками но могут быть какие-то забытые воспоминания не то чтобы они заблокированы или подавлены просто человек об этом десятилетиями не думал да и ну человек может говорить да вот теперь вспоминаю мне было 5 лет я забыл вот эта чашка горяченного горячущего кофе вот она на меня свалилась и может быть поэтому я боюсь горячие напитки употребляю вот ну это 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 более такие как бы безобидные если можно так сказать воспоминания это не то что там сексуальное насилие или что-то в этом роде польза от этого какая-то есть еще один механизм защиты это проекция то есть это приписывание другому человеку характеристики качеств собственных неприемлемых характеристик и качеств то есть когда допустим внутри испытываешь чувство похоти начинаешь считать что все другие похотливые иногда среди христиан это проявляется следующим образом человек говорит все вокруг лицемеры ну да писание говорит нет праведного нет ни одного но что ты имеешь ввиду лицемеры они вот так вот ведут себя вроде ничего не произошло они такие поверхностные говорят ни о чем там затем в конце концов выявляет оказывается что сам этот человек такой но он этого он этого сам не хочется в этом признавать или же он он себя убедил что если он это делает то это нормально потому что он делает это по хорошим мотивам то есть это проецирование на других того что находится в самом себе помните что мы с вами обсуждаем защитные защитные механизмы чтобы не разбираться с собственными проблемами ответственность скорее скорее ответственность то есть это не то чтобы отказ от ответственности это как мы как бы закрываем глаза на свои собственные чувства в этой сфере то есть когда видишь все вокруг гневаются а в себе возможно где-то где-то внутри там кипит бурлит булькает этот гнев кому-то на отца на мать на преподавателя на кого-то еще ты этот гнев не выражаешь потому что нечестен сам самим тобой но он там есть но зато во всех других просто видите вот просто сразу но он слово боль ни разу не упомянул но это да это механизм самосохранения вот то есть вы защищаете самого себя то есть вот вытеснение обстоятельств я не хочу ничего общего иметь с этими воспоминаниями и даже есть случаи когда человек убивает другого человека и не может этого вспомнить то есть он не может принять то что он сделал потому психологически как бы вытирает это из своего сознания то есть оно там есть влияет на его жизнь но но он об этом не помнит он не представляет что он это сделал проекция она отвергает что у меня это есть проблема зато видит эту проблему во всех окружающих все вокруг такие такие эгоисты ну просто все вот и человек который говорит эти слова сам возможно сам он эгоист но он считает что эгоизм это плохо но о себе он плохо не хочет думать и потому он это это минимизирует он это отрицает прибегая к проекции это приводит к отрицанию значит Фрейд был известен с утверждением что все что все религии то все религии это то есть то то есть это wishful thinking это как бы когда мы выдаем желаемое за действительное то есть мы представляем себя Бога как такого дедушку хорошего то есть люди таким образом создают создают себе Бога который им нравится то есть вообще wishful thinking это самообман или самообольщение то есть принятие желаемого за действительное когда Фрейд продвигал вот эту вот идею проекции в отношении религий вот этого как бы самообмана он не поговорил ни с одним богословом своим современником чтобы услышать что богословы думают по поводу его утверждения то есть очень потому что очень легко было бы разобраться и понять что мы не проецируем Бога который вот нам прощает там еще что-то делает потому что Бог Нового Завета это также огонь поедающий это Бог который гневается на грех он требует послушания повиновения ученичества и он требует того чтобы мы отказались от себя от своих эгоистичных прав для того чтобы могли помогать другим призывает призывает нас делать то что идет против нашей природы к примеру любить врагов это одна из сфер где Фрейд малость обшибался отрицание искажение реальности путем воображения что какое-то нежелательное или неприемлемое событие на самом деле не произошло подавление или вытеснение происходит на подсознательном уровне тогда как отрицатель предсознательном вот это предсознательный что это значит то есть вытеснение это то что на подсознательном уровне происходит то есть вы не знаете что что это было но это связано с тем что произошло в вашей жизни Сознательный уровень — это то, о чём мы рационально рассуждаем. Вот предсознательный — это, наверное, то, что мы сделали вывод о чём, но как бы не продумали основательно. То есть человек автоматически просто отрицает то, что произошло. Доктор говорит, что у меня рак. Так я себя нормально чувствую. Наверное, он ошибается. То есть человек не хочет думать об этом и затем отрицает. И первая реакция — это неправда. Почему это неправда? Потому что не хочу, чтобы это было правдой. Мы пропустим что-то из того, что вы читали, касательно психоанализа по Фрейду. Эти защитные механизмы — это то, на что следует обращать внимание, прибегают ли к этому ваши пациенты. Кое к чему легко найти иллюстрации, рационализация — кто этим не занимался. То есть как попытки найти себе логическое оправдание. То есть я всё равно провалю этот экзамен, так зачем делать эти домашние задания. Часто, когда мы говорим о проблемах между людьми, значит, люди прибегают к рационализированию. Да, он никогда не изменится. Вот, а если изменится, то только к худшему. Или же, какая разница, он изменится, не изменится, уже ущерб нанесён. Замещение — это зол на начальника пнул собаку. Или не наоборот, зол на собаку пнул. Или же, вот там на кого-то рассердился, всё это вылил на жену. Ну а почему на жену? Потому что с начальником же так не поговоришь. Вот, и хорошо, если где-то вскоре вы скажете, дорогая, прости. Я, твоей вины нет, я просто, просто сорвался на тебя. Гештальт консультирования. Вот, это когда вы говорите, 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 а затем вас прошибает озарение. И нужно понимать, что происходит в жизни, понимать проблему, понимать, какие факторы содействуют этой проблеме. И в этом контексте, затем этот спонтанный «Ага, теперь я вижу». Нарративная, повествовательная, нарративная психотерапия. Нарратив — это рассказ, то есть человек рассказывает вам свою историю. И вы можете начать с какого-то такого открытого вопроса. Хорошо, что вы ко мне пришли. Надеюсь, что мы сможем достичь желаемого. Но поскольку я ничего о вас не знаю, расскажите мне вашу историю. Ну, что вы имеете в виду? Так, ну, как далеко вы хотите, чтобы я зашел? Или вы имеете в виду эту историю, ради чего я пришел? Здесь неважно. Главное, чтобы человек заговорил о себе, и вы обращаете внимание, о чем человек говорит. В этой истории как человек представляет, видит себя самому и окружающих? Какие истории из их жизни помогли сформировать этого человека? Эти истории могут ограничивать жизнь людей. Может быть, это ситуация, где там родственники, супруг ограничивают жизнь. Здесь легко представить некоторые культуры, некоторые религии, в которых женщина ограничена в своих правах. И истории происходят в рамках культуры, которую вам нужно отметить. Не только национальная культура, но и религиозная культура. Культура в этой семье, я помню, как-то имел дело с семьей итальянских иммигрантов. Но они очень сильно отличались от знакомых мне британских семей. У британцев там все очень официально, из них слова не вытащишь. Очень такие сдержанные. А итальянцы, они тут машут руками, голос варьируется. И тоже, когда мы говорим о консультировании, какой-то тип поведения, с каким-то типом поведения вы чувствуете себя более комфортно, а с каким-то менее. Допустим, если вы воспитывались в семье, где родители никогда не повышали голос, такое вообще бывает. Бывает редко, но тоже есть такие семьи. И вот, когда перед вами вот такая вот шумно-эмоциональная пара нарисовывается, вы будете чувствовать себя неудобно. Но для этих людей, для них это нормальное окружение, их это не пугает. Но это пугает консультанта, вот он себя чувствует неудобно. Как их культура дает им, наделяет определенной свободой, ограничивает вот такие аспекты? Вы можете сказать, что ты живешь в очень такой ограничивающей культуре. Хотел бы ты жить в менее ограничивающей культуре. Расскажи мне историю, как бы выглядела твоя жизнь в другой культуре, менее ограничивающей. И там вы начнете узнавать, как бы человек себя чувствовал, как бы он себе выражал, что бы он хотел делать. И тогда вы начнете узнавать, чего вам нужно коснуться, каким образом с этим работать во время консультирования. И в таком случае, возможно, стоит спросить, а есть какие-то шансы выйти из вашей культуры? Не, не вижу как. Хорошо. Есть ли способ, где ты мог бы изменить свою историю в рамках уже существующей культуры? И может, мы сейчас представляем себе итальянца, может быть, арабов, мусульман. Но давайте представим себе что-то такое, что, возможно, находится не так далеко отсюда. У бабушки, допустим, деменция. Она уже не может жить сама. Ей нужен кто-то, кто готовил бы, кто-то, кто мыл ее, стирал, кто ее поворачивал бы на постели, чтобы у нее пролежни не образовались. Кто-то, кто измельчал еду, чтобы она могла ее есть. Кто-то, кто стирал бы белье, скажем, и постельное в том числе. И единственный человек, кто может этой бабушке помочь. Мама, допустим, уже мертва, уже умерла, и вот внучка остается. Но у дочери вообще другие планы на жизнь. Но вообще кто-то должен за бабушкой ухаживать. И скажу, что двое из моих сотрудников, которые готовят материалы для этого класса, только вернулись в офис в понедельник. Где-то две недели они были где-то. Потому что и у той бабушки заболели, у одной деменции. И обе умерли на прошлой неделе. И вот последний русский PowerPoint сегодня я получил, а английский, по-моему, завтра ожидаю. Но это мир, в котором мы все живем. Но давайте вернемся к этой дочери, которую я упомянул, внучке. И получается, жизнь, которую она себе запланировала, застопорилась. Потому что забота о бабушке — это 24-часовая работа. И вот в таком ключе бабушка живет еще два года. Что в это время происходит с внучкой? Но это тяжело по многим причинам. И, к примеру, она сейчас нам рассказывает свою историю, занимаясь этим, ухаживая уже год. Она приходит и говорит, у меня с ума схожу. Я чувствую себя в ловушке, в западне. Никуда не могу пойти. Друзья мои даже не хотят приходить, потому что бабушка ведет себя очень своеобразно. Я тоже не становлюсь моложе. Я как бы хотел бы парня встретить, замуж выйти, но я в такой западне, в ловушке нахожусь. Чета со мной так происходит. И она чувствует себя в тупике, в ловушке, не видит смысла жизни. И чувствует, что те планы, которые у нее были, пошли прахом. Физически она подустала, эмоционально истощена. Есть ряд вещей, которые вы можете сделать, о чем можете поговорить. Но если вы используете нарративную психологию, терапию, вы слушаете те вопросы, которые она отмечает, вы слышите нотки отчаяния у нее в голосе, вы наблюдаете симптомы депрессии, здесь есть о чем говорить. Вы помните, что нельзя применять подход дробевика, но как бы выстрел, как из винтовки. Возможно, если вы решите вопрос депрессии, это существенно улучшит другие стороны жизни этой женщины. Если отправите к психиатру или к кому-то, который напичкает ее таблетками, то это как бы интенсивность депрессии, может быть, снизит, но прочих проблем не решит. Вы думаете, ну как мне помочь ей не чувствовать себя в ловушке? Как мне помочь, что она больше не управляет своей жизнью? То есть она управляет в определенном. И здесь она выглядит как жертва, вот все это плохое, негативное на нее свалилось. Как мне помочь изменить все это, чтобы она не была в такой глухой обороне? Где-то по ходу дела мне нужно помочь ей сделать то, что, как это называется, да, возвратить собственное авторство или переписать свою историю. Один из таких вещей это помочь ей понять, что у нее есть право выбора, у нее есть свобода. Мы об этих вопросах свободы, смысла, когда говорили, когда обсуждали какую терапию, экзистенциальную терапию. То есть помочь ей найти смысл в этой ситуации. Ты понимаешь, что ты делаешь нечто, что никто другой не сможет сделать. И с одной стороны это как бы негативно, то есть ты сама по себе в этом, но с другой стороны ты герой этой ситуации. И ты тот человек, который помогает этой женщине, твоей бабушке прожить остаток своей жизни в наиболее благоприятном состоянии из возможных, хотя ее состояние ужасное. И если ты будешь ухаживать за ней с улыбкой и с любящей заботой, то, возможно, это произведет в ней что-то, что она снаружи не сможет выразить. Но любить тебя будет за это и как-то выразит это. Ты особенный человек для нее, даже если она не может это никак показать. И как бы перескажите эту историю в таком ключе, где она человек, которая приняла решение помочь другому человеку и является героем этой истории. Это ваше призвание, это ваше служение. Сейчас это твоя жизнь, это не навсегда, но сейчас это имеет смысл. Да, что-то пришлось отложить в сторону сейчас, но жизнь не остановилась. Вам нужно перефразировать или переформулировать историю. Мы к этой фразе рефрейм. Где-то, может быть, к этой фразе мы придем. По-моему, это следующий урок. Представьте себе такую картинку. Вы можете на эту картинку прицепить рамку, которая никак картинке не помогает. То есть она не дополняет картинку. Да, это, по-моему, штука по спорту называется. Ну, такая вот, когда картинка, а вокруг картинки еще из более толстого картона такая рамка делается. И когда есть картина, но вы тщательно выбираете рамку, затем это по спорту. И так, что в результате получается композиция, которая привлекает внимание как раз вот самым ярким особенностям этой картины. Вы эту уродливую старую рамку выбрасываете и вот помогаете переформатировать, если можно так сказать, картину жизни этой девушки. Так что теперь она смотрит на свою жизнь другими глазами. Что теперь ее благословение в том, что она является благословением для своей бабушки. И как христиане, конечно, мы можем говорить о таких вещах, как жертва, что Отец, Бог Отец пожертвовал своим Сыном ради нас. Но нам не нужно говорить это в таком ключе, чтобы как бы вынудить этого человека стать вот такой жертвой или же приносить такую жертву. То есть вы как бы создаете новые рамки и помогаете поместить жизнь человека в новые рамки, где она приобретает новый смысл, значение, красоту. И затем вы используете Писание, но не для того, чтобы затолкать ее в эти рамки, но чтобы показать, что на этой картине, в этой рамке с ней Бог, с ней добрый пастырь. И на ней, на той картине, точнее, вместе с ней на той картине тот, кто знает, что такое жертва ради других. Видите, то есть мы Писание не для того используем, чтобы как бы ее затолкать, запрессовать в эту картину. Помогаем ей увидеть себя так аккуратно, осторожно, мягко, нежно, увидеть себя на этой картинке, но уже в более таком здоровом ключе. И затем Писание приносит утешение, ободрение. Здесь она уже этот выбор сделала. Она ухаживает за своей бабушкой. И в нашей истории прошел год после того, как она к интенсивному уходу приступила. И сейчас мы работаем с ней, чтобы помочь ей прожить еще один год. Но если мы рассмотрим ваш сценарий, то есть год прошел, и мы стараемся ей помочь, как переформулировать свою историю. Можете, к примеру, сказать, что кто-то там из каких-то юродных братьев, сестер мне позвонил и сказал, что ты собираешься бросить свою бабушку, но некому за ней ухаживать. По первому сценарию она не думает бросать свою бабушку, но думает, как с этим справиться, как в этом вы ей помогаете. Но если внучка не захочет ухаживать за своей бабушкой, то тут особо ничего не сделаешь. Куда-то ее отвезут в дом престарелых. И если вы станете говорить, что Богу не нравится, если вы так поступите, навряд ли это что-то кардинально изменит. Потому что тот пример, с которого я начал, ну, внучка не думает о том, чтобы бросать бабушку. Да, ну и даже вот в такой ситуации, когда мы упоминали экзистенциальную терапию, что у тебя есть свобода попытаться сбежать от этого. Но ты решила сделать такой выбор, ухаживать, хотя это сложно. Вот, и у тебя есть эта свобода выбора. Но я хочу, чтобы ты понимала, что у тебя кроме этой свободы, которая остается, ты понимала, что у тебя есть свобода не чувствовать себя птичкой в клетке или как в ловушке. Потому что когда, ну, просто загоняешь человека в глухой угол, то часто это не заканчивается хорошо. Нарративная терапия старается помочь человеку думать о предпочтительном будущем. Что, да, это ваш выбор, но вы также этот выбор можете формировать. Если, возвращаясь к Виктору Франклию и поисках смысла, то есть в этом, в этой ситуации можно найти смысл. Ну, хотелось бы, чтобы ситуация была другой, но принимая эту ситуацию такой, как она есть, уход за бабушкой, это хороший шаг. Вы переформулируете, переделываете историю, чтобы показать, что, ну, ты не жертва, это твой выбор. Хорошо. Мы, так скажем, уклонились от курса. И иногда в некоторых ситуациях лучше поместить в дом престарелых, где уход может быть действительно лучшим, нежели тот, который вы можете предоставить. И говоря с этой, с этой молодой особой, мы можем обсудить доступный вариант. И обсудив эти варианты, это внучка может сказать, что, ну, вы знаете, мне хочется быть рядом с моей бабушкой, она там то-то и то-то, вот, сколько смогу, постараюсь быть рядом. Потому что могут быть, допустим, какие-то медицинские моменты, что разве только нет квалифицированного персонала, который может приходить и там что-то делать, может быть, лучше, чтобы она находилась в специализированном учреждении. Одной из техник хочу упомянуть, определение уникальных исходов. Когда человек рассказывает свою историю, наверное, он рассказывает вам какие-то негативные моменты, потому что из-за этого он к вами пришел. И история может быть полна разных проблем. Это история, где брак разваливается на части, где история, где ребенок становится инвалидом, где история, где подросток подсаживается на наркотики. То есть это, скорее всего, будет неприятная история. Но когда вы слушаете эту историю, были ли случаи, когда удавалось решать подобные проблемы? Иногда люди видят только неразрешимые проблемы и забывают о том, что были проблемы, которые удавалось решать. Или же, ну скажи, а ты помнишь такое время, когда у тебя вообще никаких проблем не было? То есть вы что делаете? Вы создаете более сложную историю. Простая история выглядит примерно... Мы не можем ужиться друг с другом, постоянно говорим друг другу гадости или вообще не говорим, и вообще не вижу, как мы можем жить дальше вместе. Это в каком-то смысле упрощенная история в том, что только одна тема здесь просматривается. Здесь нужно вскрыть, найти части истории, которые вам, возможно, не упоминают, не рассказывают, где все было хорошо. Потому что если раньше были хорошие времена, если раньше проблемы решались, то это указание на то, что эти проблемы могут быть решены вновь, и у вас опять все будет хорошо. И вот нарратив, рассказывание истории, это, знаете, вот как я говорил о тесте Тейлора Джонсона, тут важно не только то, какие вы выставили там, какие оценки, отметки, как обсуждение последующего этих, того, что получилось. Вы это читали, там есть интересные мысли. Во многом эти подходы очень близки к действиям ориентированным подходам, потому что там все вращается вокруг постановки цели. То есть рассмотрение исходного поведения контрпродуктивное. Аглеровская номер 3, где там целенаправленность, искать причины поведения бесполезно, так как они непознаваемы. Потому что причины поведения непознаваемы. То есть даже если вы их вскроете, то изменить все равно ничего невозможно. Но если у вас есть цели, то у вас есть поведение, которое помогает достичь цели. Вы будете предпринимать какие-то действия, которые помогут вам достичь цели. Аглер подчеркивал элемент субъективизма. Он говорил о том, что реальность, она существует, но важен момент, как мы эту реальность воспринимаем. Потому что мы воспринимаем ее по-разному, из-за того, что у каждого из нас разный опыт. То есть менее важно то, что с нами случилось, более же важно, что мы по этому поводу чувствуем. И, допустим, вот эта девушка, внучка которой, и практически все, о чем мы говорили, это чувства, которые она испытывает, это реакции, которые у нее есть при уходе за бабушкой. И мы помогаем ей с постановкой цели. То есть ты уже сделала выбор. Ты сделала выбор и дальше ухаживать за бабушкой. Теперь, как нам сделать, чтобы при этом ты меньше ощущала депрессию? Можем ли мы это превратить в возможность, чтобы ты не чувствовала себя заложником своей бабушки? Да, в определенном смысле твоя свобода ограничена. Но с другой стороны, ты свободно любить ее и заботиться о ней. И это очень осмысленное использование вашей свободы. Под категорией «Новые подходы в консультировании» есть такая категория «Межличностная нейробиология». Хорошая новость. Хорошая новость для консультантов заключается в том, что нейронные сети, будучи пластичны, постоянно изменяются по мере того, как человек приобретает новый жизненный опыт. Кроме всего прочего, это означает, что что бы ни произошло с вами в вашем детстве, то те решения, которые вы принимаете, и тот коллектив, которым вы окружаете себя в настоящем, он как бы перестраивает ваш мозг. Света мне говорила о книге и авторе, где автор там акцентирует, подчеркивает, что не столь важно, любили ли нас, когда мы росли, но мы были созданы Богом, который нас любит. И мы были созданы для того, чтобы любить. Нам нужно научиться, как практиковать эту любовь. И это важнее, нежели думать, ну, моя мама меня любила. И какое отношение это имеет к консультированию? Пишет, значительно многие клиенты приходят к нам, желая разобраться с проблемами. Во взаимоотношениях, включая страх быть оставленным. То есть я вот только перешел в старшие классы, и вот отец бросил нашу семью и мать. И теперь вот я в браке, и боюсь, что мой муж меня бросит, вот как некогда отец бросил мою мать. Кстати, если вы обнаружите подобный страх быть оставленным, то если вы поможете консультируемому справиться с этим, это существенно улучшит его брак. Твой муж не твой отец. Но если ты будешь и дальше относиться к своему мужу так, как если бы он поступал таким образом, то ты можешь оттолкнуть его, и это будет как бы самоисполняющееся пророчество. Но вот эта фраза, наверное, больше подходит. То есть когда вы говорите, что поскольку вы боитесь, что ваш муж бросит вас, как некогда отец бросил вашу мать, вы относитесь к нему с подозрительностью, вы эмоционально отстраняетесь от него. Недостаток привязанности, теплоты, что может привести к тому, что он вас бросит. Значит, а как преподаватель считает, вот жизненный опыт, он где записывается? У нас, в наших нейронах, или же в духовной нашей субстанции? Хороший вопрос. То есть такого исчерпывающего ответа, прям вот ясного нет у меня. Наш жизненный опыт, он формирует наш мозг. Определенные части нашего мозга содержат воспоминания, которые оказывают влияние на нас сегодняшних. И где-то в нашем мозге кроется страх перед властью, потому что, может быть, где-то мы попали под пресс. А другие части нашего мозга, благодаря образованию, помогают нам получать удовольствие от изобразительного искусства. Но каким-то образом все эти части образуют единое целое, которое трудно поддается объяснению. То есть это мозг все? Или эти части, они формируют нашу внутреннюю сущность, которую кто-то называет душой, кто-то духом? Вот здесь вот эти связи и отношения не ясны. Но в последнее время я немало думал об этом. И очень интересно считать авторов, которые считают, что существует только мозг. Затем авторов, которые считают, что существует мозг и разум. И за тем автором, которые считают, что существует мозг, разум и душа. Мне кажется, существует нечто, что находится вне или над нашим мозгом. Но тут ученые спорят еще, существует ли такая штука, как разум, кроме мозга. Мозг-то вроде как есть. Вот сейчас как бы связано, достаточно объяснить это не могу, потому что давненько читал об этом, и надо бы просмотреть. То есть мы говорим о сознании. Сознание — это функция мозга или совести? Это функция разума? Что это? Это философский, психологический и нейрологический. Может ли нейробиология объяснить все это просто как разными функциями материи? То есть химические элементы, электрические цепи и прочее. Или сознание — это вообще функция чего? Или самосознание — это функция мозга или чего? Или как? Да, но сейчас у нас нет ни времени, ни должной подготовки с моей стороны, чтобы, скажем, углубляться в эту тему. Вернемся к первому вопросу. Наш мозг записывает воспоминания, эмоции. Я уже забыл, какие три вида памяти. То есть когнитивная память, эмоциональная память. Но, по-моему, это не один из трех. И вот эта эмоциональная память, она уходит, скажем так, последней. То, что вызывало у нас наибольший страх, наибольшую радость, вот это мы будем помнить дольше всего. То есть это где-то наши нейроны, вот они там трудятся. Каким-то образом это влияет на то, кем мы есть. И это нечто большее, нежели просто нейроны. И что это, разум и дух, или же разум и дух, это одно и то же. Здесь нужно говорить об определениях и так далее. Вот эти вот слова паттерны, да, ну или закономерности, какие-то вещи, которые, пускай будут паттерны, которые были в детстве, будь они деструктивные или недеструктивные, но так или иначе они оказывают влияние на наш мозг. Кто-то, кто-то сразу начинает защищаться. Ты говоришь человеку слово, и он готов, вот, он уже готов защищаться. Он ожидает, что вы начнёте говорить что-то плохое. Вот, и что бы вы ни говорили, они будут утверждать противоположное. Когда это происходит в течение достаточно длительного периода времени, то человек превращается в такую, вот, он как бы в такую личность. Теперь по-другому поступать им очень сложно. Но сейчас нейробиологи утверждают, что если вы хотите научиться поступать по-другому, приобрести другие поведенческие навыки и практиковать это достаточно долго, то вы как бы переформатируете свой мозг. Вы нетерпеливый человек, вот, и кажется, постоянно, постоянно у вас были с терпением проблемы. То есть вы родились таким, родились нетерпеливым, давай выходи. Но вы хотите проявлять терпение, потому что это плод духа. И этот дух, он живёт в вас, но этот дух, он должен найти вот эту глубоко укоренившуюся нетерпеливость. И с Божьей помощью вы становитесь более терпеливым. И когда вы будете практиковать это достаточно долго, это как бы перестраивает, переформатирует. Вы не просто в действии начинаете проявлять больше терпения, вы становитесь более терпеливым человеком. Эти проблемы и эмоции могут быть спровоцированы нейронными сетями, которые связывают... То есть у вас есть чувства, которые связаны с поведением, и вы можете изменить свои чувства. И это изменит ваше поведение. Или же вы можете изменить своё поведение. И в конечном счёте это изменит ваши чувства. Это работает в обоих направлениях. Для большинства легче изменить поведение, нежели изменить чувства. То есть вы можете поступать правильно, руководствуясь чувством долга. Но со временем вы можете обнаружить, что и чувства ваши стали более положительными. Больше любви, заботы, согласно Сигелу и другим исследователям в этой области, эмпатичные, не осуждающие межличностные отношения между клиентом и консультантом, на самом деле приводят биологические изменения, производят биологические изменения в мозгу, перестраивая нейронные связи. И, как я уже говорил, там у моих сотрудников были кое-какие затруднения, потому они поспешно там что-то переводили, некоторые вещи, может быть, не так просто читать. Вот, я мог бы сказать, ну, мы хотели как лучше, а вышло как всегда. Однако, обычно, обычно мы делаем, всегда это хорошо. Вот, но сейчас такие форс-мажорные обстоятельства для, последняя часть, для вашего личностного роста, как, рост и как душепопечители. Опишите случай, когда некий драматический инсайт или осознание привели к главным переменам вашей жизни. Это некая вот такая гештальтерапия, вот, что помогло вам преобразовать это осознание в конструктивное действие. Подумать, потому что гештальтерапия утверждает, что вот, слушайте, слушайте истории, вот, затем находите момент этого озарения, ага. Почему я, в общем-то, положительно себя воспринимаю? Вот, ну, отец меня физически наказывал с восьмилетнего возраста до тех пор, пока я не ушел во взрослую жизнь. Вот, и когда немного подмухаю, он говорил, как это так перевести, ярко и цензурно, вот, ну, что ты не очень хороший мальчик, Джорджи. И когда я стал подростком, то есть никогда, никогда, как бы, не можешь сделать хорошо, чтобы, ну, родители были счастливы. Да, ты бесполезен, как, пи-пи-пи, не стану заканчивать. И когда я подошло время туда, в эту Академию торгового флота поступать, он сказал, я отказался, он сказал, ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь, пожалеешь об этом. И тогда я покинул дом. Как, каким образом вообще у меня может позитивное мнение о себе сформироваться? Закончил школу в 16, вообще большинство до 17 или до 18 участвов. Я был таким коротышкой, вот, за последние, за последующие два года я вырос где-то настолько. Какие-то оценки у меня были хорошие, а какие-то были поганые. Я на Бермудских островах учился в британской школе, и там один из обязательных курсов был, вот, назывался РАй, наставление в религии. Вот, у меня, у меня по этому предмету было, ну, три с километровым минусом, ну, почти два. И где преподаватель пишет, Джордж не проявляет ни малейшего интереса к Евангелиям. Джордж не проявляет ни малейшего интереса к путешествиям апостола Павла. И я практически уверен, что меня выпустили на год раньше, потому что где-то там ошибку сделали. Вот, я один класс как бы проскочил, и не потому, что я был просто гений. Отец не хотел, чтобы я поступал в колледж. Он говорит, честный человек работает своими руками. Электрик, сантехник, строитель, плотник. Что со мной стряслось? Что со мной сталось? Как ко мне пришла эта уверенность в себе? И я просто взял одну тему и рассказал негативную сторону. А могу ли я найти позитивную? Когда мне было 12, я был этим разносчиком газет. То есть, там, бегал, швырял, ну, таким образом, как бы разносил газеты от дома к дому. И вот одна такая уже немолодая чета пригласили меня на лимонад с печенюшками. Не знаю, мне как-то приятно у них было быть. Может быть, я себя как-то по-особому чувствовал хорошо. Не знаю, как это повлияло на меня, но до сегодня помню. Вот это приятное чувство. Когда я был в старших классах, учился на Бермудских островах. И я работал в ресторане, там где-то авиабаза военная и такой ресторанчик. Я там, ну, чем только не занимался. И какие-то куки пёк, и шейки делал, и картошку чистил, и посуду мыл. И менеджер, управляющий этого ресторана, как-то меня в сторону отвёл. Говорит, слушайте, может быть, хорошее будущее в ресторанном бизнесе. Вот однажды ты сам можешь стать управляющим. То есть, и ты знаешь, как работают, как функционируют все эти вещи, и ты умудряешься уживаться с людьми. Это хороший бизнес, потому что всем нужно есть. У меня никогда не было интереса к ресторанному бизнесу, но я помню ту заинтересованность, которую он проявил ко мне. И мне кажется, что это эмоциональная память, потому что я чувствовал такую радость, чувствовал себя хорошо, это эмоция. И затем, против воли своего отца, я поступил в колледж. Стал получать хорошие оценки, в конечном счёте стал хорошим, наверное, отличником. У меня была как бы самомотивация. Я стал христианином, и Бог заслуживал лучшего от меня. И Бог был со мной, и другие люди в колледже были со мной. За меня стояли профессоры. Если за меня Бог и его народ, то кто против меня? И один, в частности, профессор, он что-то во мне увидел, что он поощрял. То есть, я могу ещё много таких историй рассказать о людях, которые помогли мне сформировать в себе хорошее, позитивное представление о самом себе. И я усвоил, что моя уверенность и моя способность, как говорит апостол Павел в посланиях Коринфянах, приходят от Бога. За свою некомпетентность Бога я винить не могу, потому что Бог ожидает, что свою часть я буду делать хорошо. Но то, к чему он призывает меня как своего посланника, вот в этих сферах он даёт мне и уверенность, и компетенцию, умение. Ага, и это вот такой мой спонтанный ответ на этот вопрос. То есть, как бы то, что он делал, я не держал за это зла против него. И потому как бы и прощать мне не нужно было. Мне не хватало его поддержки, вот мне не хватало того, что хотелось бы получать от отца. Когда ему исполнилось 55, и он бросил пить, и стал немножко по-другому думать. Он уже гордится мной, моей семьёй, он об этом говорил, писал. Ну, это тоже приятное уже чувство. Ну, как бы вот эту дыру в прошлом это не заполнило. То есть, то, что могло произойти тогда, это ничем не заполнишь. Но это история, оно уже в прошлом. То есть, это как бы дыра в моей жизни, пробел. Ну, это не мешало получать радости от поддержки своего отца позже. То есть, ну, я как-то, мне нравится мне держать зло на людей или какую-то обиду.